Библейский портал экзегет.ру представляет 105-й псалом читаю для библейского портала экзегет в переводе российского библейского общества. 104-й псалом такой очень цельный, очень простой и понятный. Псалом проповедь, слов 4, где псалмопилец говорит израильтянам «Соблюдайте законы Божьи, храните его заповеди, потому что он с нами заключил завет, договор, он нас спасал не раз». Там рассказано подробно две истории. Это история Иосифа, который был отправлен в Египет для того, чтобы принять потом свою семью, своих родных и спасти их от голода. И наоборот, история исхода из Египта уже при Моисеи и Ароне. Вот как Господь соблюдает свое обещание, вот как Он нас спасает, и вы должны это делать. А всегда ли израильтяне это делали? Конечно, нет. И 105-й псалом начинается ровно с этого. У псалма есть подзаголовок «Аллилуйя», необычный подзаголовок. Ну, вообще, на древнееврейском языке это означает «хвалите Господа» или «славьте Его». И, соответственно, дальше идет повествование о том, как они этого не делали. Псалом длинный, наверное, придется читать его по частям. «Славьте Господа, ибо Он добр, ибо милость Его вовек. Кто может сказать о могуществе Господа, кто возвестит о всей его славе? Блажен, кто следует заповедям и всегда живет по правде. Вспомни обо мне, Господи, когда творишь благодеяние народу Твоему. Позаботься обо мне, когда являешь спасение Твое. Дай видеть счастье Твоих избранников. Веселиться вместе с народом Твоим, с ним, достоянием Твоим, славить Тебя». Вот начинается все с молитвы личной псалмопевцы, да, вот он говорит довольно просто. «Вспомни обо мне, дай видеть счастье Твоих избранников». Задается риторическим вопросом, кто может рассказать об этом всем, кто возвестить может. Ну, такое как бы вступление. Вот он понимает, что ему трудно это сделать, и он сейчас будет говорить о вещах, с которыми он себя не отождествляет, да. Поэтому он просит отождествить его со счастьем избранников. Ну, о каких же вещах он расскажет? Он расскажет долго и подробно о всех отпадениях Израиля от Бога, которые случились во время перехода через обетованную землю. Прямо с самого начала. «Мы согрешили вслед за нашими отцами. Мы, как они, творили зло и неправду». Вот, и он чувствует причастность своего поколения к этим грехам, да. «Не вразумили и в Египте чудеса твои. Они забыли, сколько ты сделал добра и взбунтовались у моря Суф. Но Господь спас их, чтобы прославить имя свое, чтобы явить могущество свое. Пригрозил морю Суф, и сохло оно. Сквозь пущину их провел, как посуши. От неприятелей спас, от врага избавил. Воды покрыли врагов, никто из них не уцелел». Это переход, конечно, через море Суф или Тростниковое. Ну, у нас его обычно называют красным или чермным по-церковно-славянски. Это вот история исхода из Египта и перехода через море. «Тогда поверили израильтяне словам его. Тогда они перехвалы ему. Но скоро забыли, что сделал он. Не стали ждать, пока свершится его замысел. В пустыне поддались своим желаниям. В земле безводной Бога испытывали. Выполнил Бог просьбу их, но наслал на них мор». Идет речь про вот все эти моменты непокорства. Ну, и здесь будет дальше перечислено много их конкретно. «Начали встанье завидовать Моисею и Арону, святому слуге Господа. Земля разверзлась, поглотила Дотана, погребла сокровища Аверама. Вспыхнул огонь в их скопище, и пламя сожгло нечестивых». Ну, это вот история про то, как некоторые позавидовали и восстали против авторитета Моисея и Ароны. Соответственно, их, собственно, уничтожила земля, проглотив их. Да, какое-то вот такое удивительное событие. «Они сделали тельца при Хариве, стали идолу поклоняться. Бога славу свою применяли наподобие вала, траву жующего. Забыли Бога своего спасителя, совершившего в Египте великое, чудесное, в земле хамовое, страшное у моря сув. И он сказал, истреблю их. Но встал Моисей, избранник его, и своим телом эту брешь заслонил и отвратил гнев его, чтобы Господь не погубил их». Соответственно, это изготовление золотого тельца, когда практически в то самое время Моисей получал закон на горе Синай, а они поклонялись золотой статуе тельца. «Они отвергли землю желанную, не поверили его обещанию, не роптали в шатрах своих и не слушались Господа. И занес он руку свою, чтобы погубить их в пустыне, чтобы погубить их среди народов рассеять по странам». То есть каждый раз это повод их уничтожить. Идет речь здесь про то, что они не захотели войти сразу в обетованную землю и оставались в пустыне. «Они пьорскому Ваалу поклонялись, вкушали жертвы, принесенные мертвым, бога делами своими оскорбляли. И начался у них мор. Пенехас совершил свой суд, и мор прекратился. Это стало его заслугой навеки из рода в род». А эпизод, который описан здесь, это идолопоклонство, когда соблазненные девушками языческими израильтяне стали приносить им жертвы. Ну вот, соответственно, Пенехас, один из священников, он убил таких израильтян, такую пару. И это стало вот таким моментом, когда было понятно уже всем, что дальше так нельзя. Ну, жестокие были времена, что сказать. «Они прогневали Богу, вот миревый, из-за них пострадал Моисей. Они разъерили дух его, и сказал он, слово необдуманное». Соответственно, вот здесь еще один эпизод упорства, когда израильтяне роптали на то, что у них нет воды, и Моисей, ну, не то что присоединился к этому ропоту, но как-то замешкался в том, что ему сказал сделать Господь, и, соответственно, Господь ему обещал, что он не войдет в обетованную землю вот ровно за это. Дальше уже про то, что было при завоевании Ханаана. «Не истребили они народа, что Господь повелел истребить, но смешались с другими племенами и переняли обычаи их. Они стали служить истуканам их, и те сделались для них западней. Они приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву демонам, проливали кровь невинную, кровь своих сыновей и дочерей, приносили их в жертву ханаанским идолам, и земля осквернилась кровью, запятнали себя преступлениями, все поступки их были блуд, и прогневался Господь на народ свой, стал гнушаться своим достоянием и отдал их в руки чужих народов. Враги стали повелевать ими, враги угнетали их, рабов превратили. Сколько раз Господь избавлял их, но они гневили его своим упрямством и терпели унижение за грехи свои. Но когда он видел беду их, когда слышал вопли их, вспоминал он про свой договор с ними и жалел их по великой милости своей, и делал так, что взявшие их в плен, были к ним милостивы. Это история завоевания ханаана и последующего житья на этой земле, когда, собственно, они оставили язычество, но тогда это означало оставили в живых язычников, часть тех народов, которые там жили, и в результате, так или иначе, уклонялись в язычество сами, в том числе приносили жертву собственных детей. И каждый раз это одна и та же история. Вот отпадение в язычество приводит к тому, что Господь наказывает, а наказывает как? Прежде всего, внешними врагами. То есть и под внешним давлением израильтяне начинают чувствовать, что надо что-то этому противопоставить. Они вспоминают о Боге, они просят о защите, Господь избавляет их. Но повторяется все заново. И вот вывод, который делает псалмопевец. Спаси нас, Господь, Бог наш. Собери нас от чужих народов, чтобы славилось имя Твое Святое, чтобы гордились мы тем, что Тебя прославляем. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ. Аминь, Аллилуйя. Ну вот, завершается этот псалом, завершается, соответственно, очередная книга псалмов, четвертая, да, которая вот этими словами Аминь, Аллилуйя, как и предыдущие книги, завершают этот текст. Дальше уже пойдет последняя. И вот, по сути дела, она завершается где-то в плену, по всей видимости. Хотя, может быть, эти строки были добавлены, да, собери нас из чужих народов. А может быть, это еще и до плена, когда израильтяне все-таки живут не только на своей территории, но и в других местах. И вот здесь у нас с вами в сотых псалмах продолжается рассказ о том, как Господь царствует над своим народом, но в сотых псалмах, в отличие от 90-х, идет речь уже о его действиях в израильской истории, да. В 90-х было больше о его, скажем так, действиях в этом мире. И сотые, они такие со множеством исторических подробностей. В 110-х тоже будет этого достаточно много. Так что 106-й псалм как раз продолжит эту тему, хотя вроде бы книга следующая. Мы говорили о том, что псалтирь так условно делится на пять книг, да. Вот у нас как раз начинаются новые. Тем не менее, тема продолжается. А вот границей служат эти слова «Аминь и Аллилуйя». И да скажет весь народ «Аминь и Аллилуйя». Вот здесь прям такая ремарка про исполнение этого псалма, где кто-то его исполняет, но весь народ призван присоединиться, а не просто выслушать молча то, что им было сказано. Аминь и Аллилуйя. Аминь и Аллилуйя. Продолжение следует...